Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Кого держат в страхе ночной патруль? Чем занимаются автодруженники? И что грозит нарушителям ПДД? Об этом говорим сегодня и в нашей студии. Председатель Самарского общественного движения «Ночной патруль» Алексей Сафин. И администратор этого же движения Максим Чуркин. Что вы думаете о таком общественном движении и его пользе? Наш телефон 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Алексей и Максим. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у вас лично какой водительский стаж? У меня стаж водительский 2001 года. Так, ну несложно посчитать. Порядка 15 лет уже. А у вас? Аналогично, 2001 год тоже. Нарушения были у вас? Штрафов много оплачивали сами? Попадали в такие ситуации? Мы же не святые, естественно, как бы, то есть и где-то торопишься, где-то там... Знаете. Конечно, конечно, конечно. И с другой стороны тоже. Скажите, пожалуйста, а что вас сподвигло, так скажем, заниматься вот такой темой, еще и в общественном режиме, не по своей профессиональной, как мне кажется, деятельности? Ну, на самом деле, движение интересное, движение новое, развивающееся. И достаточно давно я за рулем, достаточно много я видел трагичных случаев, трагичных ситуаций, аварий опасных таких, где на самом деле люди погибали. Даже вот Максим дополнит у него, даже у близких был такой случай. Да, у нас вот в марте месяца этого года у близкого там товарища на пешеходном переходе, запрещая сигнал светофора, водитель сбил маму насмерть. Вот там такая очень запутанная ситуация, и я думаю, как раз вот отсутствие на тот момент ночного патруля несколько позволило водителю, так скажем, снизить размер своей ответственности. Понятно. Ну, вы юрист профессиональный, да? Я профессиональный юрист, да, причем практикующий там уже практически столько же, сколько же я и водитель, я столько же и юрист. Понятно. А вы кто в профессии, Алексей? Я в профессии инженер. Ну, очень интересно, да, что вы пришли к такому направлению. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день ваша организация что из себя представляет, сколько вас там людей, как вы координируете свою деятельность, чем вообще занимаетесь, вот как вы строите работу? Что вот сегодня звоните, так сегодня выходит там в рейд тот-то, тот-то, или как все это происходит? Ну, на самом деле людей достаточно много, порядка там больше 600 человек по области Самарской. Все очень просто, на самом деле любой желающий может стать участником нашего движения, прийти. А критериев отбора нет разве? Потому что, мне кажется, вот как юрист. Поясни, поясни. Да, да, да. В каждую пятницу, субботу у нас ребята собираются на Ставропольской, в полку ДПС, без 10-9, где проводится инструктаж, где прообсуждаются моменты взаимодействия с сотрудниками ГАИ. Все получают информацию и, соответственно, направляются в рейды. Так, критерии отбора, конечно же, у нас есть. Максим тоже дополнен. Ну, во-первых, официально по уставу, у нас есть устав общественного движения ночной патруль, то есть, в первую очередь, это, конечно, отсутствие судимости, вот, и привлечение к уголовной ответственности. Отсутствие за данным человеком лишений прав управления ТС за нетрезвое состояние, вот, а все остальные, в общем-то, у нас есть люди, которые готовы, там, без автомобиля, например, даже если у него нет личной машины, он может кому-то в экипаж присоединиться, он может, там, каким-то образом посодействовать другим образом нашему движению. Вот, все, естественно, как бы происходит при личном знакомстве, то есть, почему мы именно, когда вот люди пишут, там, а как вам присоединиться, мы говорим, ребят, 20-50, каждую пятницу, суббота, Старопольство 20, полгода ПС, город Самара. То есть, уже человека видно действительно, потому что кто-то пытается, там, таким образом получить доступ к радиоканалу ночного патруля, там, и, так сказать, этой информацией пользоваться в целях того, чтобы, наоборот, ездить в нетрезвом состоянии, поэтому этих людей, в общем-то, сразу видно. Вот, поэтому здесь вот только личная знакомство, условно говоря, с нашим костяком. Понятно. К нам поступают уже первые звонки от телезрителей, мы вас будем сегодня слушать. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, зовут меня Михаил. Меня интересует вопрос, когда это прекратится парковка на тротуарах? В зимнее время с колясками, да просто обойти машины невозможно. Вот, все, спасибо. Спасибо и вам, Михаил, за вопрос. Вот, я думаю, что вы сталкиваетесь, конечно, с такими вот предложениями, что-то проконтролировать. И с такими тоже, понимаете, с другой стороны, ведь надо, чтобы граждане понимали, мы же не подменяем полицию. Все-таки мы не берем на себя функции Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Мы только ей содействуем. У звонящего, вот Михаил, по-моему, зовут, у него же есть такая же, в общем-то, возможность позвонить в полк ДПС, в дежурную часть, сообщить о том, что да, действительно стоит автомобиль на тротуаре, мешает там проходу пешеходов и так далее. Я думаю, что этот автомобиль эвакуирует. А здесь какие-то есть штрафные санкции, вот юридические, чтобы там аштрафовать? Нет, 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 у нас запарковка на тротуаре, это нарушение предусмотрено, кодекс административного нарушения, соответственно, там и штрафы есть, и заповторное увеличение этих штрафов и так далее. То есть эвакуация транспортного средства, то есть все это все. То есть надо звонить, вот вы можете советовать звонить. Конечно, конечно, вот в первую очередь я хочу гражданам лишний раз сказать, уважаемые самарцы, вы сами проявляете активную гражданскую позицию, потому что многие немножечко неправильно воспринимают ночной патруль. А, сейчас мы будем по всякому поводу звонить ночной патруль. Ну, мы физически даже не охватим весь спектр правонарушений, к сожалению, у нас правовой нигилизм у людей на очень высоком уровне, поэтому все-таки, но есть органы, которые непосредственно уполномочены, соответственно, заниматься, привлекать к ответственности и так далее. Звоните, звоните. То есть я думаю, что сейчас полиция, вот за последний, по крайней мере, год, я замечаю, все-таки стала реагировать. Я уж не знаю, там заслуга нового начальника ГУВД, там еще что-то, но все-таки реагировать стали. Звоните и вы к нам в студию 202-11-22, задавайте вопросы сотрудникам, общественникам ночного патруля. Алексей, скажите, вот основная ваша цель – это выявить пьяного водителя и сообщить об этом сотрудникам ГУВД? Ну, конечно, даже основная наша цель – это предотвратить реально трагедию, потому что когда человек, который садится в нетрезвом состоянии за рулем, он в первую очередь не только себя подвергает опасности, а и других участников дорожного движения, в том числе и пешеходов, как это достаточно часто бывает. Ну, вот у вас наметан уже взгляд, или вот как можно там вычислить нетрезвого за рулем? А если вы ошибаетесь? Ну, я думаю, что инспектора, если проверить лишний раз человека, то ничего серьезного и ничего страшного в этом не будет. Лучше… Ну, вот вы видите, по движению, по поведению водителя вы это определяете, или как? Ну, скажем так, не хотелось бы, конечно, раскрывать всю технологию. Но, тем не менее, то есть, очень часто водители наблюдают, как он еще только садится за ней. А, понятно. Понятно. У нас есть следующий звонок, не будем раскрывать все ваши тайны. Мы вас слушаем. Добрый вечер. – Добрый вечер. Мне зовут Александр, у меня вопрос. У вас был такой член вашей организации, Кустарев, Павел. Вот, насколько мне известно, этот человек действительно с уголовным прошлым и где он сейчас. То есть, действительно ли вы очистили свои ряды? – Вас интересует его судьба. Спасибо. – Нет, меня интересует его судьба в рамках уночного патруля. – Мы вас поняли. Спасибо. – Ну, я думаю, что все-таки это, конечно, не имеет особого значения в данной ситуации. Но я единственное, что могу сказать, что решением активиста ночного патруля Павел сейчас не находится в ночном патруле, он не выходит в рейды. Плюс ко всему по состоянию здоровья, то есть у него там произошла проблема со здоровьем, он от ночного патруля отстранен. – Понятно. И все-таки вот вы говорите, что вы нуждаетесь вот в других ваших сотрудников таких общественных. Как к вам можно куда обратиться и насколько вот это вот нынешняя такая развитая социальная сеть вот эти у вас доступны всем и вообще востребованы? – Да, у нас доступно. То есть у нас есть группа в социальной сети ВКонтакте «Ночной патруль Самара». То есть люди могут найти. Достаточно большое число подписчиков. То есть вот недавно перевалилось за 4000. Вот. Там есть и опция сообщений. Можно писать. Администратор, в частности, я могу отреагировать на ваши сообщения. Там указана электронная почта «НПСобака63.ру». Есть телефон горячей линии ночного патруля 275-51-11, который круглые сутки работает. То есть, в общем-то, каналов связи с ночным патрулем масса. И если действительно сообщения по делу, если действительно человек хочет проявить свою гражданскую позицию вступить в ночную патруль, да мы с распростертыми руками. Потому что действительно, чем больше будет активных участников данного движения, тем, конечно, это движение будет давать больше результатов. И я сейчас могу пояснить, например, ночной патруль же, в первую очередь, начался в городе Киров. Собственно, Игорь Сергеевич Александрович Ладовников оттуда эту идею как бы и привез в Самару, потому что он был начальником УВД города Кирова. Это с Кировской области, точнее, прошу прощения. Вот. И там больше трех лет это движение существует. Они достаточно серьезно разрослись. У них есть свой информационный ресурс. Они доросли до своего даже телеканала регионального, небольшого. И у них за три года там почти 700 пойманных нарушителей. Именно по НС, я имею в виду. Понятно. А как вы сотрудничаете с сотрудниками ГИБДД? Вот как выстраивается ваш такой небольшой отряд, так скажем? Сколько должно быть от вас представителей? Сколько сотрудников ГИБДД? И вот вы можете какой-то вот не в связке работать, а вот чуть дальше от них отлежать? Или как-то вот это все происходит? Ну, на самом деле, не особо важно, сколько нас. Не особо важно, сколько сотрудников полиции. Все сотрудники полиции выходят, как всегда, на работу. У нас установлена непосредственно вот рация Зеловская, интернетская в полку ДПС. Они, то есть, круглосуточно в любой день недели реагируют на сообщения. Там не обязательно, что это пятница, суббота или там воскресенье. Непосредственно контактируем со всеми участниками нашего движения инспектора. Старший смен, там ответственный. То есть, достаточно быстро, часто, за что им там спасибо, в свою очередь. Часто, когда говорят об общественных активистах, не очень разбираются люди, какие у них полномочия есть. То есть, вот, общественник, он что может? Там, потребовать документы? Или он этого не может потребовать? Или вытащить водителя из транспорта? Может он, не может. Вот это как? То есть, вообще, собственно говоря, основная функция активиста ночного патруля, это в первую очередь выявить такого водителя, сообщить, соответственно, информацию в полк ДПС, вызвать на место, соответственно, инспекторов ДПС. И, естественно, в чем, как бы, еще основная помощь ночного патруля. Очень часто у нас водители пытаются говорить о том, что я никуда не ехал, я стоял и так далее. И вот здесь мы не просто свидетели, а практически у всех активистов ночного патруля стоит видеорегистратор, мы многие пользуемся видеокамерой, соответственно, есть видеозапись того, как человек управлял, выходил и так далее. Потому что очень сложно именно составить инспекторам доказательную базу. А здесь все, пожалуйста, вот маршрут следования, вот, как говорится, высококачественная видеозапись, как человек едет, нарушает, там и так далее, и так далее. Звонок. Слушаем вас. Говорите. Добрый день. А какова судьба вот таких вот в этих поставленных пойманных вашим ночным патрулем чиновников, как вот господин Скидан с прокуратуры? Ага, спасибо. Как вот воспитательница детского стада, как вот сотрудник БУКСИ на начальнике оперативной части. Что с ними? Их лишили ли прав? Вы отслеживаете эту историю? Спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно интересный. То есть, что касается административного правонарушения, да, мы можем это отследить. Вот сейчас вопрос прозвучит. До суда доходят такие? Да, до суда это доходит. И в частности, вот я сейчас не могу пояснить ситуацию по всем трем, но вот у нас недавно оставалась ситуация вот по Кротковой. Это воспитательница детского сада, которая была. Она действительно постановление мирового судьи, она лишена водительства права управления ТС на полтора года. Это что касается, я понимаю как бы суть вопроса, а почему там, а работают ли они дальше на своих постах. Но поймите, у ночного патруля, да, мы можем поднять общественный резонанс. Да, мы можем, так сказать, настаивать на привлечении к административной ответственности. Но иных функций, к сожалению, у ночного патруля нет. И если господин Скидан был, так сказать, зафиксирован факт управления в нетрезвом состоянии, он привлечен к административной ответственности, но продолжает он работать в прокуратуре города Кенеля, ну, что, в данном случае, мы можем сделать? Здесь как раз задача может быть в большей степени, вот, наверное, ваша. Как журналистов говорить о том, что вот эти люди, которые, по сути дела, стоят на охране закона, они его нарушают и продолжают сохранять погоны. Да, понятно. Как часто возникают у вас конфликтные ситуации? Потому что вот вы, конечно, с таким большим удовольствием и радостью рассказываете о своей работе, но мне кажется, все это выглядит не так позитивно, да, когда вот ловите нарушителей, когда они явно в нетрезвом состоянии и так далее. Вот как они разрешаются вообще? На самом деле конфликт происходит, бывает такое, вот у нас даже был случай в городе Новокуйбышевск, по одному из наших активистов даже там пытались стрелять нарушители, которые проезжали мимо, там, повредили ему автомобиль. То есть, ну, достаточно, такие бывают курьезные ситуации, но в основном и инспектора, и сотрудники полиции, они не допускают таких ситуаций, то есть мы сами там не лезем ни в какие разборки, ни в какие драки. Все там на уровне правового поля, и инспектора ГИБДД, ну, несомненно, присутствуют и следят за порядком. Вам лично какие-то угрозы поступали, вот какие-то очень такие неприятные были случаи? Да много, и в основном через вот как раз нашу группу в социальной сети ВКонтакте, но вот, вы знаете, мы тут как бы в патруле, в общем-то, такие все, ну, достаточно серьезные, скажем так, мужчины, И они воспринимают, ну, это вот, как, знаете, такой детский лепет, потому что вот там, а я пьяный езжу, меня не поймаете, а я вот приеду, вам устрою, ну, детство. То есть, как правило, знаешь, такие вот обиженки, я вот называю, как дети их называют обиженки, вот я вот сейчас вам напишу, у тебя какого плохого там. А профилактическая работа вот совместно с вашей такой вот действенной проводится какая-то, или это не ваша задача? Вы по факту, и все, и никакой профилактики, никаких разговоров. И опять профилактика, вот по поводу разговоров, вот тоже встает вопрос, многие пишут, а вот, вот там попробуйте поговорить, там, и так далее. Ну, во-первых, наверное, все-таки это не функция ночного патруля, это раз. Во-вторых, ну, зная, так сказать, русского человека и его характер, а уж особенно, когда он находится под хмельком, вряд ли что-то кто-то ему может внушить, ну, кроме, может быть, близких каких-то людей, там, друзей, родных, там, и так далее. Все остальное бесполезно. И поэтому задача как раз, по крайней мере, хотя бы пресечь его правонарушения на какой-то ранней стадии, не дожидаясь того, что произошло, например, на перекрестке Московского шоссе и Советской Армии в сентябре этого года. Когда трое молодых ребят погибли на месте, и трое потом попали в больницу имени Пирогова. Потому что водитель в нетрезвом состоянии, потому что летели на бешеной скорости, потому что вот так. То есть хотя бы пресечь, потому что он только тронулся, он не успел в большое расстояние проехать, его тут же остановили инспектора ДПС, пресекли, отстранили от управления транспортным средством. В общем, да, наверное, ему неприятно. Да, он получает серьезный материальный штраф, он лишается возможности водить транспортное средство. Но в конце концов, это его выбор. Он готов был нести за эту ответственность. Но, по крайней мере, не дошло до такой трагедии. А профилактика, ну, я себе сложно представляю, как ночной патруль может профилактикой заниматься. Хотя, если поступит от кого-то предложение, как мы можем это сделать, мы готовы. Понятно. Вот впереди такие длительные у нас каникулы, новогодние праздники, Рождество и так далее. Вот в такие дни праздничные и выходные повышается количество нетрезвых водителей. И как вы планируете на ближайшее время усилить свою работу или нет? Ну, конечно, я думаю, что 31 декабря, наверное, мы, как все обычные люди, конечно, будем праздновать. Ну, здесь все-таки, извините, функция ДПС, наверное, все-таки должна выполнять свои основные функции. А что касается праздников, да, я думаю, мы будем выходить. И, естественно, опасность повышается, ну, просто повышается общее количество пьющих людей в эти дни. Соответственно, повышается и количество тех, которые считают, что, ой, да я могу себе позволить. Ну, это что, это статистика. Я думаю, здесь 7-5 валову не надо будет, все это прекрасно понимают. Вы понимаете, даже не находясь за рулем, вы тоже, так же, как и любые граждане, можете в праздничные дни, если увидеть какие-то там реальные нарушения, что человек управляет в алкогольном опьянении, также сообщить на горячую линию и, соответственно, реагирование будет намного быстрее. А телефон есть у вас горячая линия? Да, я уже озвучивал сегодня, 275-51-11. Он включен круглые сутки, то есть, пожалуйста, на него, если как у нас некоторые граждане говорят, вот я звоню в полицию, мне не реагируют. Звонит, значит, на фото, а ты реагирует. Да, 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 вот знаете, к нам приходят с наркоконтроля часто, и когда они вешают эти телефоны в наших лифтах, их часто вот затирают, чтобы не видели, люди не сообщают, где торгуют вот смертью. Вот, может быть, вам тоже взять такую идею, тоже развешивать вот этот телефон, афишировать где-то вот, может, в домах. Ну, может быть, надо, да. Потому что для этого нужно зайти в интернет, найти этот телефон, позвонить. А вот если он бы был всегда где-то там на виду, на памяти, то быстрее бы реагирование было. Особенно из пожилых людей, которые, может быть, не всегда пользуются интернетом. Из тех, у кого там находятся полиграфические услуги, оказывается, и так далее, окажут такие услуги ночному патрулировать, мы же никак не оплачиваемся. Вы поймите, то есть все, что происходит, пока мы делаем исключительно на личном энтузиазме. Да, вот я как раз про мотивацию хотела уточнить. То есть никакого материального вознаграждения нет? Нет, абсолютно. А вы разговаривали вот с теми вот ребятами, которые к вам приходят, вот что их сподвигло, так скажем, за этим заниматься? Ну, здесь, понимаете, надо взять все-таки категорию лиц, которые приходят в ночную патруль. Это немножечко не те общественные движения, которые у нас еще имеются. Это не ДНД, который оплачивается, и куда люди идут подзаработать. Ночной патруль, если, так сказать, нарисовать средний такой статистический портрет активиста, это люди от 30 в основном до 45 лет. Это люди, у которых такой крепкий материальный достаток. Я не могу сказать, что они богатые, но они хорошо встают на ногах. У них там наличие автомобиля, у них есть, допустим, свободное время, то есть не те люди, которые там сменами пашут, и, соответственно, им некогда этим заниматься. То есть это люди действительно такой, ну, можно сказать, некий средний класс, у которого появляется следующая потребность, так сказать, уже каким-то образом социально себя проявить. Вот, да, да, понятно. И поэтому они выходят, да, у нас у всех практически есть дети, у некоторых там и трое детей есть. Гражданская активность, да. Соответственно, мы переживаем за то, как наши дети ходят в школу, в институты, как наши там мамы, жены ходят по улице. Да, может быть, какие-то личные истории тоже, вот как вы рассказали. Ну, вот мы рассказали, то есть такая история была. Ну, у многих много очень историй. Скажите, а есть ли вот в ходе ваших рейдов такие случаи, когда вы выявляете попутно еще какие-то нарушения, вот кроме пьяного водителя, или вдруг еще что-то обнаруживаете, как вы с этим вообще работаете, что делаете? Безусловно, безусловно, есть. Ну, вот у нас, в частности, за этот год прям очень богатый получил, что называется, попутный. Посыщенный. Потому что, действительно, если пьяный водитель, уже там кажется, что-то может быть еще. Да, да, ну, я думаю, здесь эта информация, она в СМИ озвучилась. То есть у нас вот два наших таких активиста, активных, что называется, они выявили наркодельцов. Это было в районе улицы Аврора, как раз, когда, в общем-то, поступил сигнал на горячую линию о том, что водители нетрезвые, то есть вели себя неадекватно, граждане не позвонили, что, мол, ночную патрулю окажите содействие в поимке. А в результате, когда начали преследование, уже инспектор ДПС, ДПС совместно с активистом ночного патруля, из машины выкинули пакетик, который потом оказался героином. Соответственно, было возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса. было оказано содействие, скажем так. Я сейчас не могу сказать, на какой стадии находятся уголовные дела, но было два случая, когда транспортное средство, которое останавливалось, оно находилось в угоне. И последний раз мы, значит, два таких случая было. То есть это, правда, наверное, все-таки не уголовная ответственность, административно, тем не менее, значит, у нас были с помощью активистов остановлены два молодых человека, которые из ружья осуществляли выстрелы на улицу Молдогвардейской напротив дворца спорт ЦСК ВВС. Просто катались и стреляли. Замечательно, что ничего не произошло. И хорошо, что ребята, которые участвовали в этом задержании, наши активисты не испугались, они начали преследовать, потому что могли пальнуть им в лобовое стекло и так далее. Дождались инспекторов ДПС, и действительно, там потом приехали еще другие службы полиции, и в районе губернанского рынка этих задержали. И вот буквально две недели, в пятницу тоже у нас проходила ориентировка. Было нападение на парня с девушкой. Тоже, ну там при помощи пневматического пистолета, но тем не менее газобаллонный пистолет, в общем-то, с 10 метров прошивает бутылку шампанского насквозь. Вот, тоже двое молодых людей в нетрезвом состоянии решили показать, какие мы герои. Вот, тоже прошла ориентировка, и, в общем, чисто случайно ночной патруль оказался рядом. Мы проверяли одного из водителей, встань, нетрезвый, в общем, с инспекторами ДПС. Подбегает эта девушка, говорит, а вот мы звонили, а вот, пожалуйста, поехали по горячим следам, догнали, задержали. Вызвали, в общем-то, подразделение полиции, которым это занимается, доставили. И тоже опять есть видеозаписи, есть все, так сказать, моменты, как инспекторы ДПС там доставали оружие. То есть, лишний раз наличие как раз ночного патруля, это и свидетельские показания, это и понятые, если необходимо, чтобы инспектор не искал там по всему городу ночью, где мы понятые, где эти независимые. И видеозаписи того, что действительно инспектор не превышал полномочий, что действительно было все в рамках закона. Понятно. Потому что очень разные ситуации. Вы как-то вот поощряете, Алексей, вот таких вот героев, прямо скажем, которые вот гнались за машиной, где было там ружье? У вас есть такие вот возможности и средства? Ну, вы знаете, не скажу, что я их поощряю, конечно. Как руководитель. Да. Но очень, достаточно, очень часто поощряются у нас инспектора и руководство ГАИ, в том числе и руководство областного главка, когда, то есть, вручают грамоты, вручают благодарственные письма. Это тоже очень важно. Да. Потому что несешься там, рискуя жизнью, и потом спасибо, до свидания. Да, от инспекторов и управления инспекцией, там, и карточки даже на бензин нам выдавали. Понятно. Особо отличившимся. А как вы выстраиваете свою работу? Вы как-то координируете свои планы вот с руководством областным? Непосредственно, да. Непосредственно даже я хочу поблагодарить их за это. Нам всяческую помощь оказывает и областное управление ГАИ, Игорь Анатольевич Антонов, и полк ДПС очень хорошие, очень хорошо нам помогает. То есть, ну, от них прям моментально идет реагирование на наши сигналы, на наши все пожелания и на наши все возможности. Ну, у нас как? Во-первых, в первую очередь взаимодействие по радиоканалу ЗЭЛа. То есть, а он стоит сейчас... Это не секрет? Нет, это не секрет. Канал «Ночной патруль» Самара, единственное, НП Самара. Единственное, там он запароленный. Паролю дается активистам именно на разводе. Он меняется каждый там рейд. Вот. То есть, и взаимодействие. Сейчас этот практически радиоканал установлен у всех инспекторов ДПС. Установлен дежурной части полка. То есть, происходит постоянное взаимодействие. Да, действительно, когда развод происходит, иногда у полка ДПС есть определенные, допустим, задачи на конкретно... Допустим, сегодня в пятницу там у них там отработка моторейд. Соответственно, там мы подключаемся тоже, потому что с мотоциклистами вообще очень сложно. Бешеная скорость. И поэтому вот там как раз любые видеосъемки, они пригождаются очень сильно при доказательстве правонарушений там и иных там каких-то совершаемых проступков. То есть, вы выходите вот в рейды каждый день, можно сказать, без десяти девять, да, начинается? В пятницу и субботу. А, только в пятницу и субботу? Ну, конечно, мы же все работающие люди, как бы... Да, вот я подумала, как же вам хватает времени и сил? Более того, часть людей выходит в пятницу. То есть, это абсолютно добровольное движение. То есть, допустим, кто-то говорит, я там не могу в пятницу, у меня там свадьба, день рождения и так далее. Естественно, он не выходит, выходят другие люди, но в конечном счете каждую пятницу и субботу нас набирается достаточное количество там активистов, которые могут действительно... И эта работа ваша не только в Самаре, да? Вот как вы координируете свою деятельность в других городах? Там такие же вот председатели районных, да, каких-то районного масштаба вот такого организации? Ну, у нас есть ночной патруль Тольятти, ночной патруль в Сызрани был тоже создан. Мы все общаемся, мы все друг друга поддерживаем всячески. Иногда они к нам приезжают, иногда мы к ним приезжаем. Ну, сейчас у нас вышли с предложением активисты Чапаевска. Я так понимаю, у них в ноябре произошло резонансное ДТП, то есть водитель в нетрезвом состоянии выехал на Тептуар и, в общем-то, сбил женщину. И обратился там человек, она журналистка, там, я не буду что называть фамилию, вот она говорит, мы хотим, мы прочитали про вас, мы хотим патруль задать Чапаевский. Есть вопрос, мы с удовольствием там согласуем эту позицию там с областным ГИБДД, мы можем приехать, показать, как это делается, то есть проинструктировать народ, выехать совместно с областным ГИБДД на какой-то рейд первоначальный, чтобы действительно как-то начать этот процесс работы. Если там хотят такие движения создать другие губернские города, ну, мы готовы оказать всяческую поддержку, потому что, ну, это, в общем-то, результат говорит о том, что снижается статистика действительно ДТП с участием нетрезвых водителей. Это главный итог, главный итог, конечно, вашей работы. И вот остается буквально минутка, что вы можете сказать вот всем водителям? Вот у вас есть определенный опыт уже работы с такими негативными, тяжелыми, наверное, случаями, с последствиями. Вот если обратиться сегодня, как житель. Вы знаете, вот хочется не то, что к водителям обратиться, а у нас такая позиция у граждан России, там, вот мне должно, там, правительство, президент, полиция, еще кто-нибудь, и мало кто обращает внимание на себя. В первую очередь. Просто хочется сказать, что если вы требуете соблюдения правил и законов от власти, ну, начните с себя тоже. Кто дал человеку право там всех подряд, я извиняюсь, там, ругать языком, да, а при этом он сам садится там пьяный за руль. Он паркуется в неположенном месте, он превышает скоростной режим. И каждый раз думает, да ну это не про меня, это же не я. И он смотрит по телевизору, там, какую-нибудь жуткую аварию, где погибают люди, и говорит, вот там этот водила нес, а сам. Да. Ну, здесь вот вопросы культуры еще очень важны. Вот это да. То есть я думаю, что в любом случае карательная какая-то политика, она не поможет. Здесь, как вы знаете, Зиновий Герц сказал, мне, священник князя, политик там, эра милосердия. То есть первый общекультурный уровень. Надо его поднимать. Спасибо большое за вашу работу. И вам спасибо большое, что позвали. Удачи. Спасибо вам за внимание. Активность всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok